Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Дауир, фамилия моя Шакержан. И сегодня речь пойдет о таком важном для тех, кто занимается магией, саморазвитием, очень важной вещи, как умение держать слово. И, по большому счету, умение держать слово может переходить в обед. Обед – это такое церковно-славянское слово, древнее слово, то, что называлось обещанием. И обед обычно давали Богу, в высшем силу. Но чаще всего это исходит от умения держать слово. Прежде всего, умение держать слово, дам я самому себе. Вот это является основой обеда. И когда человек принимает решение, чаще всего это происходит не вслух, про себя. И возникает нечто вроде обеда. Примеров очень много. И обед можно давать абсолютно в любой сфере, в любой деятельности. К примеру, обед – не курить. Обед – не пить водку. Обед – довести дело до конца. И это дается молча, на самом деле. Через это я проходил неоднократно. Я вот так. Я вот слово даю, так я не говорил. Обещаю. Вообще нет. Слово «обещаю» вообще нет в моем бритеконе. Я обычно говорю так. Обещают обещалки. А у меня есть слово. Всего лишь. И вот, когда принимается решение зажать себя в какой-нибудь сфере, это происходит обычно молча. Как я делал лично, сам? Я обычно не даю резких таких каких-то заявлений. Я сам себе говорил. Попробую. Попробую не пить водку. Вот такое заявление самому себе. Я мысленно, не озвучивая слух, дал в 1991 году. Вот с тех пор я и не пью. И когда начинается первое время, как будто весь мир против того, чтобы ты выполнил этот обед. Столько вот ситуаций, все начинают упрекать и прочее, и прочее, и прочее. И в той теме, в том рассказе, когда я говорил о том, как я вызвал астральную полицию, у меня тоже был своего рода обет. Обет не бить. Не бить энергетическим способом в ответ тех, кто бьет меня. Я там тоже громогласно не заявлял. Я внутрь себя мысленно сказал сам себе. Попробую не бить в ответ. И в течение четырех месяцев я выдержал мощный энергетический прессинг от более чем 40 всяких магов, колдунов, колдунчиков, ведьмаков и ведьмачков. Всех мастей. Своры тех личностей, которые не контролируют себя, но при этом обладают силой и занимаются какими-то практиками. Вот там йогой. Они любят говорить о вселенской космической любви, но на деле они все набросились и начали бить энергетически. И вот так проявляется везде. Ну попробуйте дать хотя бы самому себе слово, что не будете там сквернословить, материться. Тут же возникнут ситуации такие проверочные, когда вот надо будет и человек ломается. на пустом вот месте. Почему важно держать слово? Данное кому бы то ни было, но прежде всего важно держать слово, данное самому себе. Здесь важным фактором является тренировка воли. Воли как качества, обладающие энергетическим последствием. То есть воля это, когда человек тренирует волю, он накапливает энергию воли. Накапливается это на манипуре, на чакре манипула. очень важным, мощный центр. И естественно, когда есть некий обет, элементарно, любой, абсолютно любой обет, то тут же возникают ситуации, когда есть соблазн нарушить. Подавляющее большинство людей тут же нарушают. И этим они глушат ту самую возможность набрать, накопить энергию воли. А без этого саморазвитие, занятие маги, оно не имеет никакого смысла. Техники без энергии не работают. Вы можете иметь, можно провести аналог, можете иметь очень крутую машину, но если нет бензина, бензобаки машина не поедет. Если маслом не смазаны детали, двигатель тоже может заклинить. То есть вот для того, чтобы техника работала, нужна энергия. Энергия копится вот таким вот образом. Умение держать слово является очень важным для тех, кто занимается саморазвитием. И на этом тесте ломается большинство. очень часто руководители каких-то школ, групп, отделений, они не держат слово. И за счет того, что они не держат слово, потом они не могут контролировать процесс. ну, как человек, который не может держать слово, данное, ну, какой-то мелкой детали, контролирует процессы, которые могут влиять на мир. если он не может контролировать свое собственное слово, процесс он по данным не сможет контролировать. Потому что слово данное, выполнение этого слова зависит только от нас. А процесс, который запускается техниками, энергетическими всякими практиками, он зависит не только от нас. он зависит от множества факторов, которые влияют извне. Если человек не научился контролировать свое собственное поведение, свое собственное слово, он не сможет контролировать процесс. Процесс вырвется из-под контроля и может привести к очень сильным, серьезным последствиям. Ну, таковым является энергетический откат. И потом проедется достаточно серьезным. Умение держать слово оно ведет к очень важной составляющей магических праг, это контроль сознания. Слово контролировать легче, чем мыслей. «Слово не воробей вылетит не поймаешь». Это поговорка, справедлива. А мысли, они еще более хаотичны, они роятся в голове. И чтобы контролировать их, сначала нужно пройти этап контроля над словом. То есть развитие, духовное развитие, саморазвитие, оно идет поэтапно. И многие руководители школ, отделений, они не проходят вот этот тест. И это на каждом шагу. То есть какое-нибудь руководитель отделения говорит, я перед ним извинюсь, если произойдет вот то-то-то. Потом не извиняется, когда происходит то-то-то. Он слова не сдержал. Что это дает? Это ослабляет его энергию воли. Если его энергия воли ослабляется, его становится меньше, как он сможет контролировать процесс энергетический глобальный, который вообще надо держать жестко силой мыслей. А мысли они роятся в очень много. Элементарно в теме о контроле сознания я давал такую технику мысленно досчитать доста, при этом стараться удержать мысли, чтобы они вообще в голове появились. И если это упражнение до конца нельзя сделать, то говорить о каких-то достижениях магии очень рано. До того, чтобы какие-то результаты были магии. Магия это работа сознанием. Надо идти очень долго. Поэтому погоня за голыми техниками, а тем более за силой, которую невозможно проконтролировать, не имеет никакого смысла. есть изначально должна быть основа. Основа заключается в умении контролировать себя. И умение контролировать себя тесно связано с духовностью. Духовность является более важной основой, чем техникой. Почему? Потому что духовность обозначает, что у человека есть некие моральные принципы, моральные ценности и рамки, в которые он загоняет себя сам. То есть для него не нужно внешних рамок. Вот религия является внешними рамками для неразвитых людей, чтобы как-то их держать в русле правильного поведения. А духовно развитому человеку не нужно внешне. То есть ему не нужно ходить к попу на исповедь или к имаму в мечети или к тому же раввину в синагогу. У него все моральные принципы прописаны уже внутри. И это является более важным, чем сила и техника. Почему? Потому что если нету вот этих устоев внутренних, сила, которая дается, она может оказаться разрушительной. И как вы ее удержите? Почему? Потому что у вас нету силы, воли, чтобы удержать побоги этой рвущейся силой. А почему ее нет? А потому что вы не научились контролировать себя. А контроль себя, собственно, вот этих усилий, он начинается с умения держать слово. и умение держать слово является наиболее важным для всех, кто вступил на путь саморазвития, стал искателем и претендует на звание адепта. И многие, кто сам себя называет магом, присвоил себе вот эту корону, называют, он даже адептом не является. Почему? Да, потому что он слово не умеет держать. В этом суть. И это основной тест. Когда вы приходите в какую-нибудь школу, надо тестировать руководителей этой школы, надо тестировать руководителей отделений именно на этот параметр. Он очень важный. Если он не умеет держать слово, вы можете со спокойной совестью разворачиваться и уходить от него. Почему? Потому что тогда у вас не будет проблем. Многие проблемы просто не возникнут, если вы протестируете человека на предмет умения держать слово. спасительным. это может оказаться для вас спасительным. Вы же не знаете, какие техники у него есть. и не умение контролировать себя может быть опасным для вас и для ваших близких. Может быть опасным даже для жизни. Поэтому серьезность выполнения обеда заключается в этом. есть еще конечно отдельная тема как выполнение обеда приводит к получению сверхспособности. Эти сверхспособности называются сидхами. И многие услышали про святых, живут в пещерах, столбники так называемые, которые стоят на одной ноге на столбу на протяжении многих лет. конечно не знаю как он может спать в таком положении, но наверное поспит потом встает на столб и стоит. И вот это выполнение обеда. Ношение тех же вери на теле это выполнение обеда, но там цель другая несколько. Это более высокий уровень. Об этом мы поговорим в другой раз. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров